Проведение митинга готовили еще три дня назад. С момента его подготовки трижды менялся текст резолюции. Слишком резко менялась ситуация в стране и все новые угрозы вставали перед Севастополем. Со сцены ни слова поддержки в адрес уже бывшего президента. Называя вещи своими именами, выступавшие говорили, что президент предал своих избирателей и капитулировал перед боевиками. Однако даже в этом случае, считают собравшиеся, другой легитимной власти в стране нет. А значит, Севастополь, как город боевой славы, ни в коем случае не должен вставать на колени. Уже первые слова митинга находят горячий отклик у людей. Предлагают создать исполнительный комитет и выбрать своего севастопольского мэра. Мы планируем сейчас с вашей помощью устранить то конституционное недоразумение, которое существует, избрать на митинге городского председателя нашего человека, который немедленно сформирует исполком отряды самообороны, продолжит введение сессии городского совета, которое ничего не приняло и уточнит возможность перехода милиции на нашу сторону, как вооруженного отряда. За кандидатуру Алексея Чалова ни одной руки против. Председатель городской государственной администрации Владимир Яцуба поддержал решение народа и пообещал, что городской совет на сессии проголосует за создание севастопольского исполкома. Согласно резолюции митинга, деятельность Верховной Рады Украины Севастополь не признает и требует от депутатов, от партии регионов и коммунистической партии сложить свои полномочия. Также в тексте резолюции говорится о начале формирования исполкома и муниципальной милиции. «Не могу сказать, что я в безумном восторге. Мне это напоминает назначение генерала Новикова 30 июня 42 года. Ситуация примерно такая. Но я думаю, что вырулим, выкрутимся». Месяц назад жители Севастополя начали записываться в отряды самообороны. Они еще не до конца представляли из себя хорошо организованные группы, которые могли бы в случае угрозы дать реальный отпор. Таких отрядов на бумаге больше не будет. Митинг поставил перед жителями новые задачи – формировать силовые отряды. Но записывать в них только здоровых мужчин, готовых в случае опасности покинуть свои семьи. «А сейчас власти в Украину пришла антифашистская организация, то есть неофашизм, которым мы боролись во время Великой Отечественной войны, разгромили их. А сейчас эта нечисть снова пришла к власти. И вам, молодым людям, возможно, и придется сейчас выполнять ту же задачу, которую мы выполняли в годы Великой Отечественной войны». И еще важные слова прозвучали на собрании. Пока как предложение. Севастополь должен стать гарантом безопасности сотрудников Беркута и взять их под личную опеку и ответственность. Василий Косенко, Александр Листопад, Дмитрий Лилека, Севенформбюро.